Добрый день! Поскольку мы уже далеко не первый раз обращаемся к теме перепривязок аргументов экрана, то наш вдумчивый зритель непременно отметит про себя, тема актуальна и будет абсолютно прав. В раннем нашем творчестве мы обращались к ситуации, когда механизм перепривязки реализовывался на исполнительном модуле серверного типа MRV. Ну, там было все сравнительно просто, так как наряду с экранами можно было создавать и остальные классы каналов для реализации требуемого функционала. Таким образом, при создании систем автоматизации по типу RSO, ну то есть распределенных систем управления, особых проблем с отображением управлением большим количеством однотипных объектов, как правило, не возникает. Совершенно по-другому ситуация выглядит в случае клиент-серверной архитектуры создаваемой системы, ибо на графических консолях можно лишь вызывать экраны, программы и SQL-запросы. В этой связи применить известные подходы для реализации перепривязок уже не получится. Ну, чего ж тогда остается? Неужели только то, что категорически не хочется делать? Вызывать в консоли огромное количество экранов и, сжав волю в кулак, выполнять огромное количество однотипных операций привязок атрибутов каналов серверов к аргументам шаблонов экрана. С учетом того, что стоимость Netlink Lite зависит от количества вызываемых шаблонов, то зачастую разработчики для минимизации стоимости решения начинают обращаться к слоям экрана. А это, во-первых, ведет к сложности разрабатываемого шаблона, а во-вторых, к существенному увеличению его веса в кавычках, что неизбежно приводит к завышению требуемых ресурсов видеоадаптеры, а как следствие снижению реактивности. Мало того, большое количество аргументов шаблона экрана отягощает и сетевой трафик. Тут ведь как? Даже если вы смотрите один из 32 слоев, то данные для остальных слоев все равно запрашиваются у серверов. Однако ж, долго грустить нам не придется, так как разработчики TraceMode предусмотрели соответствующий рассмотренному случаю рецепт. В нашем ролике мы, взяв за основу проект, предназначенный для контроля и управления тремя идентичными объектами. Покажем, как это сделать, используя лишь один всплывающий экран, открываемый на графическом клиенте, работающим под управлением исполнительного модуля TraceMode Netlink Lite. Мы открыли инструментальную систему RELISA 6.10 профессионально, и загрузили в нее проект с вот таким вот именем. Проект содержит два узла, это сервер и консоль. Между ними настроено сетевое взаимодействие. Наш сервер работает с тремя идентичными по набору параметров объектами. Первый объект содержит три синусоиды и управляющий канал. Второй объект, три пилы и управляющий канал. И наконец, третий объект, три случайных числа и управляющий канал. Узел консоли несет себе экран с именем главный, на котором отображаются на тренде все девять параметров из наших трех объектов, а также есть три кнопочки для формирования произвольного значения в управляющие каналы по каждому из объектов. Давайте посмотрим, как это работает. Сохраняем проект для монитора реального времени. Да, на нашем компьютере установлено два физических сетевых адаптера и поэтому мы можем на нашем компьютере запустить оба узла и посмотреть их взаимодействие с сетевым. Итак, первым запускаем сервер. Он у нас лишен экрана, поэтому мы откроем на нем панельку MRV. В ней откроем все наши объекты и запустим сервер в работу. Убедимся, что здесь все меняется, изменяется. После этого запускаем консоль. Итак, вот наша консоль, выполняем ее старт и запуск под профайлер. На тренде мы видим все девять сигналов с трех наших объектов и три кнопочки, с помощью которых мы можем выполнять управление нашими объектами. Ну давайте так, уберем видимость второго и третьего объекта, оставим только первый, вот синусоиды, нажимаем кнопочку управления, вводим туда произвольное значение и контролируем появление этого значения в управляющем канале для первого объекта. Ну вот, примерно в таком ключе все это и работает. Ну, напоминаю, что объектов может быть не три, а 33 или 333 и тогда уже в рамках одного экрана будет, мягко говоря, работать сложно. Итак, давайте доработаем наш проект до необходимой кондиции, когда минимальным количеством компонентов мы можем просматривать и выполнять управление любым из наших объектов. Ну что ж, приступаем к разработке. Возле RTM создаем новую группу с именем Call. И в ней создаем четыре канала класса Call с типами вызова Root, ChannelGroupRequest, ChannelGroupRequest и ChannelGroupRequest. Начнем с канала для объекта первого. Ну, во-первых, видим, что тип вызова, как мы уже сказали, тип input. А вот на аргументах нашего канала, обратите внимание, мы создали пять аргументов, ARC 0, 1, 2, 3, 4, которые привязали следующим образом. Аргумент 0, 0, 0. В поле значения по умолчанию приписали единицы, это номер нашего объекта. К аргументам 1, 2 и 3 привязаны реальные значения соответствующих синусоид. И, наконец, обратите внимание, аргумент четвертый с типом inout, привязан к входному значению канала CtrlForObject1. Обратите внимание на будущее. По сути, мы здесь обозначили состав и порядок аргументов экрана, который в дальнейшем будет создан для реализации поставленной задачи на имеющейся консоли. Добавим, что именно эти самые аргументы и будут в дальнейшем перепривязываться непосредственно, ну так скажем, сборным каналам CallRoot, которого мы еще коснемся. Соответственно, канал CallCGRForObject2 имеет на своих аргументах следующий набор привязок. Обратите внимание, номер объекта 2 тоже задан в поле значения по умолчанию. И канал CallCGRForObject3, нетрудно догадаться, имеет здесь троечку, а здесь реальные значения для трех случайных чисел и входное значение для управляющего канала. Теперь открываем на редактирование тот самый сборный канал, который мы обозначили как CallRoot. Ну, то, что тип вызова root, это уже, кстати, для нас понятно. Заглянем на его аргументы. Обратите внимание. Первый аргумент с именем по умолчанию аргумент 3.0 является служебным и ни к чему не привязывается. А вот следующие три аргумента были созданы с помощью механизма Drag&Drop путем перетаскивания на эти аргументы каналов CallCGRForObject1, Object2 и Object3. Конструкция, по сути дела, готова. Осталось еще ее грамотно применить. А для этого в группе канала в Call создадим новый компонент. Экран. Придумаем для него вот такое вот мудреное имя. CallScreenForSaveDataToConsole. Но, вместе с тем, слой шаблонов экранов, сам шаблон, назовем вот так, для объекта. Далее, сделаем наш экран всплывающим и определим вот такие размеры. Аргументы, с которыми будет работать наш всплывающий экран, имеют характерные имена и соответствующие типы данных. С точки зрения представления графики, это тренд, кнопка ввода управляющего воздействия и отображение введенного значения на экране. Плюс шапка экрана содержит номер вызываемого объекта. Вот и все примитивно. Самое главное, это то, что мы выполняем привязку к нашему каналу с именем CallScreenForSaveDataToConsole атрибута номер 124 канала CallRoot. Ну, чтобы было понятно, давайте мы откроем на редактирование. Итак, число аргументов канала CallRoot. Ну, получили мы ее дракон-дропом, а дальше уже уточнили, что нас интересуют не реальные значения, а именно 124 атрибут. Обратите внимание также, еще разочек, поскольку наш экран на узле RTM всплывающий, то при запуске монитора реального времени или профайлера мы его не увидим, так как без основного экрана этого не произойдет, ну, просто по определению. Теперь самое время заняться графикой на нашей консоли. Первым делом мы перетащили в нашу консоль экран для объекта, оставив ему, что называется, девичью фамилию. Самое главное, это необходимо сделать привязку от канала CallScreenToSaveDataToConsole из узла RTM к нашему всплывающему экрану. Более ничего с этим экраном делать не будем, а вот с главным экраном заняться придется. Открываем главный экран на редактирование и первым делом удаляем все графические элементы, за исключением шапки экрана. Точно так же безжалостно ликвидируем и все аргументы, а вместо них создаем два служебных, сервис 1 и сервис 2. Тип двунаправленный, тип данных целочисленный. Выполняем привязки к ним к следующим каналам. Первая сервисная переменная – входное значение всплывающего экрана. Вторая сервисная переменная – входное значение канала CallRoot возле RTM1. Вся доработка нашего главного экрана вылится в размещение на нем трех кнопочек с именами объект номер 1, номер 2 и номер 3. Закладка события для первой кнопки будет такая. Действия по нажатию и действия по отжатию. Расшифруем. По нажатию левой клавиши мышки будут выполнены два действия. Посылка значения 2 в аргумент сервис 1, а это вызовет элементарное отображение нашего всплывающего экрана. А вот посылка значения 0 в аргумент сервис 2 вызовет выполнение целой последовательности действий. Первое. В канале CallRoot узла RTM, в чьё входное значение будет послан 0, по аргументу ARC001 выберется канал CallCGR4Object1. Ну, напоминаем, что аргумент 0, 0, 0 служебный и в процессе никак не участвует. Ну, а почему, собственно, 0, так программисты именно с него и начинают счет. Это общеизвестно. Второй пункт. Значение с аргументов канала CallCGR4Object1 через привязку канала CallRoot к всплывающему окну CallScreen4SaveDataToConsole передадут в него текущее значение аргументов. Ну, наконец, третье действие. По привязке от канала CallScreen4SaveDataToConsole узла RTM к каналу для объекта узла консоли эти данные по сети попадут на открытый всплывающий экран и на нем отобразятся. А вот по отжатию левой клавиши мышки в аргумент сервиса 1 попадет семерка и вызовет перерисовку открытого экрана. Ну, это нужно для очистки, в первую очередь, буфера тренда от тех старых данных по параметрам вызванного ранее другого объекта. Остальные кнопки будут отличаться лишь, по сути дела, вот в этом втором пункте. То есть они будут вызывать набор данных со второго объекта. Ну и, наконец, третья кнопка. Там будет двоечка. Это третий объект. Сохраняем наш проект с именем вот таким. И выполняем сохранение для MRV. Готово. Воспользуемся тем, что на нашем компьютере имеются два сетевых адаптера. А стало быть, будем запускать оба узла и проверим их взаимодействия друг с другом. В первом запускаем сервер. Убеждаемся, что на нем никакой экран не загружается. Мы про это уже говорили. То есть он как был слепым, так слепым и остался. Открываем на нем панельку MRV. В ней три наших объекта работают. Следом запускаем консоль. Стартуем. А теперь так. Хотим поработать с объектом первым. Нажмем на соответствующую кнопочку. Перед нами появился всплывающий экран. Мы видим, что это относится к объекту первому. Но мы помним, что там три синусоиды. И, собственно говоря, их и наблюдаем на экране. Вводим управляющие воздействия. Убеждаемся, что именно оно попало в управляющий канал. Далее, хотим взглянуть на объект номер два. Наводим курсорчик на соответствующую кнопочку. Нажимаем. А вот у нас уже объект номер два. Все, что касалось наших синусоид, уже исчезло. И мы видим, собственно говоря, пилы. Давайте глядим, что у нас делается в объекте номер три. Там у нас, напоминаю, случайные числа. А вот и они. Точно так же. Нажимаем на кнопочку управляющие воздействия. Вводим туда число. И проверяем, попало ли оно туда, куда нужно. Попало. Ой, а мы забыли для второго. Ну ладно. В общем-то, все работает. И причем сетевой трафик очень экономный. И предполагает передачу только тех данных, которые требуются для работы с выбранным объектом. Конечно, как и в жизни, за такую красоту приходится платить. Так вот, в качестве платы мы лишаемся двух вещей. Первое. Невозможностью просмотра на трендах архивных значений каналов. И второе. Невозможностью приема и передачи строковых атрибутов каналов. Таким образом, мы продемонстрировали штатный механизм перепривязки аргументов экрана в применению графическим консолям, которые будут без всякого сомнения востребованы разработчиками больших клиент-серверных систем. Ну вот, на этом мы наш ролик завершаем. Вам спасибо за внимание. Продолжение следует...